Сергей Алексеевич, спасибо вам большое за то, что вы согласились ответить на вопросы, честно говоря. До последнего боялся, что вы не захотите общаться с прессой, в частности с нами, после того, как стали известны эти неожиданные решения о том, что вы решили покинуть должность секретаря полицовета Единороссов и должность спикера Законодательной Думы. Сейчас, безусловно, эта новость, конечно, одна из самых обсуждаемых и очень много пишут о том, что эти решения связаны с переездом на другое место жительства. Вот так ли это на самом деле? Я не боялся навстречу, но понимаю, что я бы не сказал, комментарии будут у каждого свои. Я действительно подтверждаю, что 30 апреля я написал заявление освободить меня от полномочий председателя Краевой Думы и освободить от полномочий секретаря регионального отделения политической партии Единая Россия. Это мое решение. Своевременно, не своевременно, это уже вопрос второй, но это решение я приел лично. Действительно вы переезжаете на другое место жительства? Да, я вынужден поменять место жительства и в ближайшие дни я уеду. Но я должен сказать, что функции полномочия депутата Краевой Думы я не слагаю, потому что меня избирали избиратели по одномандатному округу. Я надеюсь по мере возможности приезжать на заседание Краевой Думы. Это мой долг и я буду его исполнять. Ну тогда логичный вопрос, куда вы уезжаете? Это секрет сейчас или вы можете назвать там место? Ну это не секрет. Для начала я выезжаю по семейным обстоятельствам на Алтай, Горный Алтай. Там живут родители моей... Это ваша родина? Я там родился. И там родители моей жены живут и, к сожалению, там мне все в порядке со здоровьем. По 78 лет я должен быть там. Какое-то время я буду на Алтае. А эти ваши решения сугубо ваши личные или прежде чем пойти на такой шаг вы с кем-то советовались? Вы знаете, это трудное решение. Я 36 лет на Дальнем Востоке, мне много удалось и я вижу результаты своего труда, но тем не менее это лично мое решение. Именно 30 апреля был опубликован президентский указ о назначении и исполняющем обязанности губернатора Края Вячеслава Шпорта. И именно в этот день вы написали заявление об уходе. Вот эти два события, они как бы просто случайно совпали или они напрямую между собой связаны? Они совпали случайно. Я вам скажу, что по времени, где-то я читал даже в комментариях, что я через несколько часов написал заявление после указа. На самом деле я их написал, Москва еще не проснулась. Я не знал, будет указ или не будет указ. Хотя я знал, что указ будет однозначно, поскольку у действующего губернатора полномочия заканчиваются 6 мая. Поэтому указ все равно бы был. Он вышел почему-то раньше. Я не знал о дате указа. Ну просто, опять же, в интернете, в газетах очень много пишут о том, что у вас есть некий конфликт с губернатором Вячеславом Шпортом. Опять же, это домыслы или какие-то есть противоречия? Ну конфликт, противоречия у нас на самом деле, я не скрывал этого, это было и в прессе, были существенные разногласия по тем или иным вопросам, в том числе по законодательству, касающейся сферы экономики в первую очередь, социальных проблем. Но они неизбежны. Это две ветви власти, они самостоятельные. Поэтому, какой бы ни был губернатор или председатель, но мы, тем не менее, находили компромиссы. Но у вас были какие-то звонки, общения с Вячеславом Шпортом после 30 апреля? Может быть, он позвонил и решил спросить ваше мнение? Ну я говорю откровенно, ни звонков, ни общений после 30 апреля не было. Вы знаете, очень многие рассматривали вашу кандидатуру и продолжают рассматривать как одного из основных кандидатов на должность губернатора края в сентябре, потому что в сентябре будут выборы. Возможно ли появление вас, вашей фигуры среди кандидатов, может быть, как самовыдвиженец перед выборами летом? Не исключаете ли вы такую возможность? Вы знаете, я в этой жизни ничего никогда не исключал, потому что я жил не должность, я жил всегда работой. Это абсолютно разные вещи, чтобы мы на одном языке говорили. Поэтому сегодня работа председателя, я максимально много уделял ей внимания и с душой уходил. Хотя это для меня была новая сфера деятельности. Губернаторская работа, она более многогранная, еще более сложная. Если бы была такая работа у меня, вернее должность, я бы на ней тоже работал с полной отдачей силы, применял весь свой накопленный богатейший опыт. Но участвовать в губернаторских выборах я уже не буду, это однозначно, потому что вы знаете, у нас закон. В выборах участвуют только выдвиженцы от политических партий. «Единая Россия», сейчас я на праймерис не подал заявление, праймерис проходит 5 человек, но, естественно, высокая вероятность, что кандидатом будет шпортить Слава Ивановича. Хорошо, тогда, глядываясь назад, на тот путь, который пройден до сего дня, если говорить о законодательной думе края, на ваш взгляд, какие решения, какие законы можно считать прорывом и, скажем так, решениями, которые улучшили жизнь в Хабаровском крае, а какие решения, возможно, были ошибочны и их следует поправить? Вот, вы знаете, там, где мы, или под моим руководством, мы радикально изменили форму работы, я начну с общественных организаций, вот, например, Совет председателей Хабаровского края, где я являюсь председателем и по должности. Это все наши районы, это наши два города муниципальных образования. Мы изменили формат работы там полностью. Мы начали рассматривать не вопросы, которые можно обсуждать, можно вообще о них и не говорить. Мы обсуждали проблемные вопросы, которые затем трансформировались в законодательные акты Хабаровского края. Это очень важный момент, который действительно нам удалось переломить. И психология председателей, они стали подавать законодательные инициативы, наконец. То есть, я всегда говорил, если вы помните, вот, на старте своей работы председательской, что законы должны быть востребованы жизнью, любой жизнью, экономикой, социальной сферой, политической, местным самоправлением. Вот мы это провели, и это нам удалось. Одновременно, когда меня избрали председателем ассоциации Дальний Восток и Забайкаль, это все наши коллеги Дальневосточный федеральный округ, мы там тоже такой формат ввели. Я вам говорю, что мы делали, во-первых, и там, и там выездные заседания, что позволяло на месте узнавать самое лучшее, что чего достиг, или район, в данном случае это Хабаровский край, либо субъект, вот как мы проводили ассоциацию. И мы наработали уже буквально, наверное, с десяток законопроектов федерального уровня, это уже от ассоциации. То есть вот то, что удалось сделать вот за короткое время, так радикально ничего не было. Но и в сфере экономики, я вам скажу, мы приняли, тем не менее, ряд законов, которые сегодня позволяют действительно развивать экономику. Это закон об инвестиционной деятельности в Хабаровском крае. Не в том варианте он принят, но, тем не менее, это шаг вперед. Закон о малом и среднем предпринимательстве. Значит, уже там предусмотрено развитие именно производственного сектора в малом бизнесе. Это закон, кстати, если говорить о продовольстве, об оленеводстве. Хоть я и главный оленевод на меня называют, но, кстати, я горжусь этим. Это настолько сложнейшая профессия, древнейшая, северное оленеводство, что, ну, наверное, этим надо гордиться. Это просто люди живут в жутких экстремальных условиях. И, тем не менее, детей рожают и себя обеспечивают. Кстати, тоже в эту же тему хочу сказать и прошу вас уже на дальнейшую работу. Мы провели вот совет председателей в Бикинском районе. И там фермеры обижаются, что слово крестьянин какое-то такое вот, ну, не очень хорошее. Я говорю, я сам из крестьян, я горжусь тоже, что я вырос на земле и знаю, что такое это мясо, молоко, хлеб и так далее. Социальный закон, я считаю, закон о наградах в Хабаровском крае. Я был тоже один из инициаторов с нашими коллегами. Он работает сегодня. Уже люди могут получить звание заслуженный работник по вашей отрасли, например. Поэтому многое сделано и, конечно, были хорошие планы, но этот проект закончился. Сергей Алексеевич, ну я не поверю, что вот вы просто вот так уйдете из политики, из этой большой работы и останетесь просто депутатом. Вот я почему об этом говорю, потому что сейчас опять же, если ссылаться на интернет, некоторые эксперты пишут, что возможно вам последуют какие-то высокие предложения в других регионах. Вот здесь тоже какая-то доля истины есть или нет? Может быть, уже кто-то предложил? Предложения есть вообще, но больше предложения от бизнеса. Потому что, ну, я в той сфере известен как человек, который и созидает, и работает исключительно на результат. Вот в этой сфере, наверное, само созидание и результат, ну такое, не очень очерчено, что ли. Вот я три года отработал, ну вот то, что я назвал, это результат, конечно. Конечно, да, но хочется всегда больше. То есть вот на этой стезе самореализация, вот в моем понимании, она, ну, может процентов на 30. То, что я мог бы сделать, ну, гораздо больше. Поэтому будут предложения во власть, они не исключаются, потому что сегодня, я вам скажу, опытных управленцев вот такого масштаба очень мало. Есть много обученных менеджеров с дипломом. Я менеджер, да. Но это гораздо шире. Это управление же не просто какой-то отраслью, это управление в данном случае всей жизнедеятельностью, субъекта региона. Хотя я работал директором завода, 7 тысяч работающих, ну, можете себе представить. Это мини-субъект, где все те же проблемы, все те же задачи приходилось решать. Сергей Алексеевич, ну вот вы знаете, сейчас очень многие могут подумать, что, ну, если сам Хохлов, у которого там наверняка хорошая зарплата, нет материальных трудностей, решен же личный вопрос, уезжает из Хабаровского края, то что делать тогда нам, обычным гражданам? Вот не кажется ли вам, что вот ваше решение спорное с точки зрения усилия, усилия федеральных властей, которые пытаются, наоборот, закрепить здесь население и создать максимально комфортные условия для проживания на Дальнем Востоке? Вы знаете, этот вопрос меня мучил, на самом деле, по-взрослому, по-мужски. Но каждый человек свободен в выборе, правильно? Вот если я здесь, ну, один из моментов, наверное, я себя тут до конца не мог реализовать. Ну, вот на этой, на этой должности. Ну, да возьмите любого председателя и спросите. Из прошлой жизни, вот то, что он делал и в этой жизни председательской, он реализует себя на 60%, на 100%, если это можно измерить, конечно. Но я, например, удовлетворение такого полного не испытывал, как, например, работал директором завода. Поэтому, ну, рано или поздно, наверное, надо принимать было такое решение. Ну, тут какие-то вот личные обстоятельства, они, ну, подтолкнули несколько. Ну, тогда вопрос, тоже очень важно ваше мнение о том, кто сейчас должен возглавить Думу. Как вообще пройдет эта процедура? Может быть, кого-то вы бы рекомендовали на свое место из числа вот тех депутатов, которые на сегодня есть, или, может быть, тех, кто не является депутатом? Ну, вот рекомендовать не буду. Я, наверное, достаточно авторитетный человек, поэтому пусть коллеги выберут председателя, в ком они видят своего лидера. Вот все, что могу сказать. Поэтому я бы не говорил ни по секретарю, ни по председателю. Но в Думе есть депутаты, которые способны вас заменить в должности спикера? Я вообще не заменил. Ну, вообще, коллеги, как отреагировали на ваше решение? В Думе, конечно же, есть кандидаты, которые могут... Работать осталось этому созыву чуть больше года. Поэтому тут на этот период, который мы вот три года наработали, Дума стала вообще, я вам скажу. Вот за этот период действительно отдельной ветви власти. Там мне говорили, вот где-то, одобрямс, да, вот как вот принято говорить. Эта Дума работала и не одобрямс, и принимала законы, которые, может быть, и возражала губернатор. Но, тем не менее, вот этот вот темп, его нужно сохранить на оставшийся год. Вот задача председателя будет такой. Что бы вы пожелали депутатам, жителям Хабаровского края и краевым властям на ближайшее будущее? Я бы пожелал и депутатам, и руководителям края работать на результат ради человека. Это главный результат, ради чего, собственно, вся власть и существует. Жителям пожелал бы, тем не менее, терпения, потому что, но программа есть, она начнет работать тоже на человека. Ну и чтобы весна приходила пораньше. Сергей Алексеевич, не могу не спросить про вашу бороду. Мы привыкли вас видеть в шикарных усах, но вот в этом году вы немножко сменили свой имидж. С чем это связано? Вы знаете, если так тоже сказать прямо, у меня по линии мама староверы, я был в отпуске в Сибири, меня спросили, вот ты с усами, почему без бороды? Я говорю, хорошо, ради староверских традиций я отпущу бороду и какое-то время буду с бородой. Я сдержал слово. То есть вы ее не будете сбривать в ближайшем году? Почему? Я могу сбрить, могу ее отрастить. Но она вам очень идет. Ну если идет, спасибо. Сергей Алексеевич, спасибо вам огромное за то, что вы все эти годы шли с нами на контакт, всегда отвечали откровенно на любые вопросы. И я желаю вам от имени нашей компании, от имени наших телезрителей успехов в вашем будущем. Вот я взаимно хотел бы сказать нашим уважаемым представителям средств массовой информации, с искренним уважением отношусь к нашей компании ГТРК. У нас бессменный оператор Константин Крутиков, Ирина Луцковская, по которой я вот буквально скучаю, она была во всех моих дальних поездках. В Тозе, например, Марина Дерила была тоже уже во всех северных территориях. Это трудные поездки на самом деле. В губернии там замечательные журналисты, которые с нами постоянно ездят. Подрастающие у вас поколения Степан Тернов. Много журналистов, которые искренне подают тему именно жизни края. Не какие-то там шары, бантики и ленточки, а вот жизнь. Чем живет каждый человек, каждый человек профессии, там, крестьянин, шахтер, лесоруб или еще кто. То есть замечательные ребята подросли. Я считаю, что продолжайте также реагировать на краевую жизнь, на краевые события. Поменьше пожаров, а побольше живых людей. Спасибо большое. Спасибо.